Соответственно, у нас сегодня очередная лекция. И в прошлый раз мы с вами разбирали типологию двойничества. Посмотреть успели только два типа из предложенных двух четырёх. Напомню, как выглядела эта типология. Первый тип – это когда одинаковая внешность и одинаковое поведение, не особенно пугающее на самом деле, а разновидность двойника. Второй пример, который мы очень детально разбирали, это классический допельгангер, классический двойник. То есть он внешне абсолютно такой же, но ведёт себя и двойник, хотя бы хотя положенным образом от нас. Козненный двойник, либо наоборот. Я показывал два примера из не кинофильмов ужасов. Это «Воин тень» Акира Поросавы и генерал Далла Ронера Реселини. Фильмы, совершенно никак не попадающие в кого-то хоррора. Однако они вызывают у нас устойчивое чувство тревоги. Они очень сильно, сильное впечатление производят. Как раз потому, что у них задействуется вот эта двойническая фигура, правда и в том, и в другом случае в обратную сторону. То есть изначально герой является либо никем, либо негодяем, а постепенно становится героем, причём заменяя собой другого человека. Здесь двойничество всё-таки работает, это не просто трансформация человека, но в обоих случаях главный герой заменял умершего. Именно в качестве двойника заменителя. Сегодня мы будем рассматривать третий и четвёртый тип двойника. И третий тип, опять, возможно, наименее интересный, так же, как и первый, это когда некто меняет внешность, но остаётся сам собой в различных вариантах. Но, как правило, такие фигуры представлены в сказках и мифах, всё вплоть до современных мультгероев или киногероев детского кино, ну тех же трансформеров, допустим. Внешность может изменяться, в том числе и её функциональность этой внешности, а воля оставаться той же самой. Это и мифические анимаги, и греческие боги, в том числе все любовные приключения Зевса и Юпитера, меняет внешность, но воля его неизменно от этого остаётся. Он превращаясь в лебедя и начинает га-гакать или крякать и так далее. Сюда же можно отнести и превращение тёмных героев, ну, например, сознательные превращения, там Доракулы бетучую выше, в некоторых версиях мифа, а Доракулы. Или вот такой пример, это Риканы из франшизы «Другой мир». То, что по началу более-менее адекватная киногола. Такая, как Ромео и Джульетта в «Зверином облече». То есть первую кинолярту брать. Более страшный вариант третьего двойника – это когда клон нашего сознания перемещается в машину, либо сливается в компьютер, либо в некую робототехнику. Особенно страшно это может быть, если мы при этом не исчезаем. То есть он реальным двойником становится, но представленным в виде техники. Вот в такой форме этот двойник может пугаться. То есть его сознание идентично нашему, но он в какой-то мере является сверхчеловеком по отношению к нам. Потому что его возможность значительно общая. И я бы вообще сказал, что относительно двойничества и изнанки двойничества, вплоть до 19-го и даже начала 20-го века, изнанки души, которые порождают всё Многообразие двойников, было тело. То есть антагонизма свободен душа – тело. Начиная с 20-го века и далее, основным антагонистом души, знанкой души, является техника. И электроника в том числе. Не тело. Тело оно хоть, по крайней мере, живое. А это некая совершенно иная уже форма модальности, к которой, по мнению многих очень солидных футурологов, мы и идём. То есть сознание наше, естественно, может вполне без тела существовать. И осталось только поставить ту самую точку, чтобы это сознание найти ему адекватную оболочку целых рук. И всё. Тогда уже тело окажется излишним. А напомню, проблема души и тела в том, что двойником-то являемся мы, отождествляющиеся с телом. И здесь будет тот же самый ужас. Потому что как раз мы, как это ни странно, отождествляемся не с сознанием. Вот в чем дело. Это спорный вопрос, сложный. Но если бы мы это осуществлялись с сознанием, эта перспектива нас бы никоим образом не дугала. А дугает она очень баги. И, наконец, наиболее важный тип двойника, тот двойник, о котором говорил Дула в ответе на мой вопрос у двойника, это оборотень. Оборотень, как теневой двойник. Классическим примером такого двойника является история доктора Джеккела и мистера Хайта. Когда внешне они, по крайней мере, хотя бы частично похожи. То есть, по крайней мере, лицо это одно и то же. Хотя и выглядят, конечно, совершенно по-другому. И, исходя из того, что манера их реагирования на события совершенно различна, они внешне воспринимаются по-разному. Это тоже буду относить к четвертому типу двойника. То есть, если человек меняется, в смысле появляется оскал, по-другому он одевается, или выглядел до этого респектабельно, здесь выглядит безумно, это будет по-четвертому типу лица. Потому что второй двойник, он как раз пугает идеальной дождественностью. В общем-то, таких двойников очень много. Я бы даже сказал, что их, наверное, большинство. И бум таких двойников в искусстве начался, прежде всего, после открытия зимнего добрения, после открытия психоанализа, когда человек узнал о том, что не он один хозяин у себя в голове. Проект даже говорил о том, что его открытие это едва ли не больший удар в сердце самолюбия человеческого, чем открытие Коперника или Колумбы. В одном случае человек сместился с центра планеты, в другом случае сместился с центра Вселенной, а здесь он смещается с центра в самом своем существовании, а просто один из представителей внутри самого себя. И он в любой момент может перестать иметь. Есть очень много хорошей литературы, связанной так или иначе с мистикой или хоррором в этом направлении. На мой взгляд, наиболее блестяще это было реализовано в большинстве рассказов Стефана Грабински. Причем у него это есть, как и в случае с доктором Джеккелом и мистером Хайдом решено, а есть решено значительно более тонко, более психоаналитично, когда человек остается тем же самым, но начинает делать что-то, что не знает о себе. Он не знает ту часть себя, которая может проявить себя совершенно по-другому и в одном случае действительно был уважаемый и респектабельный аристократ, а в другом случае он становится просто каким-то обезумевшим маньяком. И он не видел вот этой грани, которая всегда была присутствовала. Теневой двойник – это та часть нас, которую мы не признаем и не хотим увидеть. Есть, например, блестательный рассказ, который на русский обычно переводит как «Гореющего» из книги Огня Грабински. Там человек покупает землю, которая считается, что она грохлит. Там всегда все горит. Он выстраивает дом, выстраивает его по идеальной технике безопасности, чтобы там ничего не могло сгореть. И постепенно запускаются механизмы, которых он в себе не видел. Он начинает пользоваться свечами, он начинает глаз жечь, смотреть, а не загорится ли? Значит, ступает сам с собой в игру. Сгорит у меня это или не сгорит? Победил я это или нет? В итоге он просто сжигает всю свою семью весь из дома. Его находят в совершенно обезумевшем состоянии, он невменяемый. Он выглядит полностью растрепанным, как другой человек. То есть победил его двойник внутри него. И внешне восстановится уже, естественно, совершенно благие. Смысл многих рассказов Гравинского в том, что мистика, она, в общем-то, рядом. Она внутри нас самих. Здесь была проблема не в самом месте, а также, как и в случае с Курасавой, мы видели, как контекст меняет личность. С воином тенью. Из оборванца он становится фактически монархом. Здесь то же самое. Это место таким образом влияет на нашу психику, что человек хочет совершить этот поступок. Это не какие-то злоромные грозы и так далее. Он хочет совершить этот поступок, потому что за этим местом закреплен этот мир. И он в столкновение с миром выступает. И мифическая часть него, этот оборотень, побеждает. И побеждает гарантирую. Понял, достаточно много подобных рассказов. Они все акцентируют различные аспекты человеческого бытия. Причем речь идет, в общем-то, о десяти-двадцати страницах текста. Это очень короткий рассказ. Совет проворотиться. Вообще, на самом деле, очень недооценённая фигура в польской литературе. И в литературе ужаса, в принципе, как-то. То есть, получается, в случае четвертого типа двойника, он пугает нас нашим внутренним страхом своей же собственной теневой стороной. Мы боимся не того, что нам показывают, как человек долго превращается. Это глупо. Мы боимся того, что мы знаем, что это правда. Что у нас тоже есть всякие звери. Условно, естественно. То есть, оборотень – это тот, кто орудует нами, когда мы этого не помним, и орудует в другом обличье и с другой, зачастую прямо противоположной целью. То есть, можно было бы сказать, что оборотень – это фигура нашей тени. И всё было бы замечательно, если бы эта тень у нас была одна. А субличности у нас очень-очень много. В том числе и тех, которые попадали в золото тень. В отличие от двойника, оборотень – это фигура, которая встречается во множестве культур, и даже в архаичных культурах выполняла, скорее всего, ту же самую функцию, которую выполняет сейчас. В том числе в азиатских культурах активнейшим образом представлена фигура оборотня, а двойничество почти не встречается. В той форме, как мы это анализировали, вообще не встречается. То, что, по большому счёту, первый двойник, которого мы узнаем в принципе в современном направлении – это, простите, боги Трэргосу, Ранэ де Канте. Мысли следуют на существу. Всё, личность определена пополам. Одна личность существует, другая верифицирует её существование. И одна без другой никаким образом существовать в дальнейшем. Поэтому, в общем-то, фигура двойника – это фигура нового времени, конечно же. Но противостояние со своим теневым двойником, с оборотнем, встречается во многих культурах. И чаще всего оно указывало на противостояние животного и человеческого начала внутри самого человека. Причём я даже не могу сказать, что аспект сексуального противостояния был привнесён туда именно психоанализом. Нет, это маловероятно. Так как даже на ренессансных изображениях, которые можно встретить на многих миниатюрах или даже в храмах, можно встретить в многолицах дьяволов, где есть дополнительные лики в эпоху или ночлеге. То есть это голос похоти или голос голода, который в эпоху средних веков или в эпоху ренессанса воспринимали в прямом смысле слова как голос другого «я», голос тёмного «я». Того «я», с которым человек категорически не мог смириться, исходя из своей категорической стандарта. На эту тему есть блистательное кино. Наверное, один из первых классических фильмов ужасов в современном понимании этого слова. «Universal Pictures» – это «Человек-волк» 1941 года. Джордж Уорнер – режиссёр этой киноленты. И, в общем, достаточно известное кино, где складываются основные, так скажем, клише для последующего копирования в исходных по драматургии фильмах. Прошу обратить внимание, что эта кинолента очень короткая. Она около часа длится, чуть больше. То есть раньше умудрялись уложить очень объёмный нарратив с большим количеством действия в очень ограниченное количество действия. Прекрасный фильм, иллюстрирующий как раз эту идею оборотня с Лоном Чейни-младшим в главной роли. Вот здесь видите его загримирован, могу фактически его знать. Это фильм, в котором снимался знаменитый Белла Лобоши, человек, который представлял практически едва ли не всех демонов драку кино первой половины 20-го века. Очень известный актёр. Здесь он будет как раз играть цыгана по имени Белла же, который как раз и укусит волчение младшего, который станет превращаться в обоих. При всей, в общем-то, предсказуемости сюжета, ибо мы сейчас такого уже насмотрелись столько, что этот фильм кажется достаточно тривиальным, тем не менее, этот фильм как раз совсем нетривиальный. Ну, начнём с того, что, во-первых, фильм отсылает к совершенно конкретному тексту, и это текст Зигунда Фрейла, который так и называется «Человек-болк». Человек-болк – это Сергей Панкеев. Вполне реальная тигура. Человек, проживший больше 90 лет, писавший в конце жизни опровержения по поводу того диагноза, который его поставил за его фрейм. Это выходец из России. Человек, который обращался к очень многим видным психиатрам начала 20-го века, и один из, так скажем, его циклов лечения был у Зигунда Фрейла, который вошёл в классический большой случай, описанный Зигунда Фрейлом. Кстати, прошу обратить внимание вот на это издание. Вот в этом издании, их там очень мало, к сожалению, вышло книг, планировалось полное издание Фрейда, их вышло, по-моему, шесть, самые лучшие переводы Фрейда, просто блистательные. А не будем забывать о том, что Фрейд был не только великим учёным, он блистательно владел первым. Это можно считать высокой литературой. То есть это не просто, как обычно врачи описывали свои случаи. Там есть своя драматургия. Естественно, он не мог пересказывать всё слово в слово, как это происходило до сеанса. Это, в общем-то, даже не этично. И он настраивает из этого настоящие полноценные драматические истории. Это очень здорово сделано. В случае с Человеком-волком Фрейд находит сновидение у этого самого Панкеева, в котором, очевидно, и складывается основная его евротическая проблема. Сон был в детстве, когда ребёнку казалось, что открывается окно плавно, там огромное дерево, на котором сидят волки, и ему кажется, что они хотят его убить. Ну, в общем-то, вот и весь сон, в коротком перескать. И Фрейд делает отсюда выводы, что животное, в частности волк, подменяет фигуру отца. Этот человек очень боялся всевозможных изменений в своей судьбе, он был очень завязан на фигуре отца, что ему сильно мешало жить. И если мы прочитаем этот текст, то фильм «Человек-волк» окажется значительно глупше. Что там за история? Ларри, которого играет он чей-младший, возвращается в родовое имение. Почему? Потому что умер его старший брат. То есть, на самом деле, ему от отца ничего не должно было достаться. Никакого имения, никаких денег. Он младший сын. Но ему всё это достается не по воле отца, а потому что его старший брат умер. У него уже сформировано чувство вины по этому поводу. Он возвращается несколько растерянным, он не знает, как себя с отцом лезть. Фигура отца в фильме представлена абсолютно деспотичной, доминирующей, при том, что актеры, которые играют главных героев, они не сильно отличаются по возрасту. Разница возрасте лет 15 у них. Один – это отец, а другой – сын. И сын полностью подчинен воле отца. Вторая проблема, которая складывается у этого персонажа – он влюбляется в девушку, которая оказывается помолвленной. Причем она ему отвечает взаимностью. Вторая проблема. В итоге он начинает ощущать в себе нечто, что противится его же этическим нормам. То есть он персонифицирует фигуру того в себе, который стремится к его счастью в качестве зверя. И любопытно, что он дает инструменты, которыми можно ему хотелостоять именно этой девушке и отцу. Отцу он отдает свою серебряную трость, единственное, чем, согласно этому фильму, можно убить обороня. А девушке она дает тот талисман, который не дает возможности превратиться в обороня. То есть, по большому счету, он совершает акцион убийства. В данном случае мы как раз встречаем ситуацию, когда зверь – это тот другой я, которого мы не можем позволить себе, исходя из наших этических норм. И в этом смысле это блистательно решённое кино. И не будем забывать, что в это время текст Фрейда о Человеке-Волке был переведён уже на все языки мира. Это очень известная история, и навряд ли этот фильм получил просто такое, наверное. Он может быть оборотнем, человек, превращающийся в Волком. Здесь именно Человек-Волком. На самом деле, у истории с Человеком-Волком и у оборотничества есть вполне реальный прототип. Он жил на самом деле. Это Муэль Ромасанда. Это человек, который жил в начале 19 века. Это первый известный серийный убийца Испании. Жесточайшее преступление, просто ужасающее по тому времени. Ему приписывается 13 случаев убийств, но на суде смогли доказать только 9. 9 гарантированно, что это он сделал. На суде он выступил с абсолютно беспрецедентной речью, в которой утверждал, что он болен леконтропией, и что он в определённое время превращается в животное, в волка, и не помнит ничего. То есть он никак не может это контролировать и никаким образом не может с этим справиться. И несмотря на то, что его, в общем-то, приговорили к гарантированию, типичная форма казни для Испании того времени, так впечатлила его речь королеву, тогда, насколько я понимаю, была Изабелла II, что его не помиловали и отдали науке на изучение. То есть он содержался в больнице. По рисункам, как вы видите, он действительно такой звероподобный несколько. Но в речи Ромасанты, в его апологии, есть на самом деле глубоко психоаналитическое ядро. Этот человек, действительно, следуя своим маньякальным порывам, совершал жесточайшие преступления, но не мог этого признать. Что происходит? Происходит процесс вытеснения. И он расщепляется, в прямом смысле слова, на животное, на волка, естественное условие, и на человека. На эту тему есть совершенно потрясающая книга, на мой взгляд, не устаревшая нисколько и по сей день, хотя была, конечно, направлена прежде всего на критику национал-социализма, но там это очень корректно сделано. Все-таки актор говорит исключительно о таких вещах, которые можно вывести на значительно большее обобщение. Эрих Нойман – это ученик Карла Рустава Юнга, выдающийся психолог, представитель глубинной психологии. Который в данной книге анализирует как раз этот феномен. Феномен вытеснения наших негативных желаний. И чем это оборачивается? То есть, когда человек не готов признать животную часть в себе, когда человек не готов признать, что он стремится, допустим, к своему счастью, даже если это может кому-то навредить, человек вытесняет эту тень. И вот тогда он раскалывается пополам. То есть, мы попадаем либо в ситуацию реносанта, когда мы считаем, что мы состоим из двух частей – зверя и человека. Человек отнижевывается от зверя, он не хочет с этим иметь никакого дела. Либо мы попадаем в другую ситуацию – ситуацию идеологии национал-социализма. Когда мы находим врага вовне. То есть, переносим все свои теневые содержания на других людей. И пытаемся их изо всех сил уничтожить. Но мы понимаем, что после того, как уничтожены все черные, останутся белые, которые почернели. Потом и так до бесконечности. То есть, сама диспозиция задана, и она никуда не денется, сколько там никого не уничтожали. Потому что проблема исключительно в переносе. Переносе свои тени во вне. И Эрих Нойман предлагает в своей этике, по сути, панацею, гениальное лекарство, на которое, правда, не каждый способен. Снижение своих этических стандартов. Снижение этих норм. Потому что, чем выше мы их задираем, тем выше пропасть между корнями и вершиной этой пальмы. Если ссылаться на известное стихотворение, то в середине мы как раз и наблюдаем тот тотальный раскол. То есть, объединить это высокое и низкое возможно только снижением этических стандартов и вступанием своей тени в диалог. То есть, мы должны признать ее и пытаться сделать максимально социально приемлемой, не в ущерб ее желания. Ну, есть у него агрессия. Пускай в тюрь стоит пострелять. На совсем примитивном уровне объяснять. То есть, есть вещи, которые могут быть реализованы с наименьшими проблемами для общества. Но, когда они вытесняются, в обществе как раз оказываются наибольшие проблемы. Ну, как в случае с Ромасандой, серийным убийцей, так и в случае с национал-социализмом. Который, по большому счету, стремился к огромному идеальному обществу. И вот такая ситуация принятия своего внутреннего зрения представлена в классической киноленте Дэвида Кроненберган «Оправданная жестокость». Прекрасный фильм. Несмотря на то, что многие видные специалисты его критикуют, на мой взгляд, это нисколько не шаг назад для Кроненберга. Это прекрасное кино, которое как раз поднимает очень актуальность. Потому что эта тема актуальна по сей день. Что мы наблюдаем в этом фильме? Главный герой тихо, мирно живет со своей семьей. Никто не знает о том, что у него было темное прошлое. Но это не просто человек, который поменялся. Что-то он был такой, а стал другой. В нем, действительно, этот другой продолжает жить. Это не просто другой, это фактически животное. И когда к нему в кафе приходят убийцы, он, в общем-то, не забыл навыки стрельбы и очень легко и безгрешен. Он становится героем, его показывают по телевидению, и вот тут-то те, кому нужно, его и находят. Потому что на лицо они его знают. И вся история посвящена тому, что он колеблется. Он не знает, кем ему стать. Тем, кем он теперь является. То есть обычным нормальным человеком, который хочет своего обычного счастья. Или гангстером, убийцей, который готов идти на кровавые какие-то жертвы, чтобы сохранить свою семью, чтобы отстоять ей. В итоге он понимает, что он должен признать того внутреннего, прошлого, я. Он не может его просто вытеснить. Но он не может им стать, а потом стать другим. Он должен объединить их. Этим этот фильм радикальнейшим образом отличается от всех аналогичных историй. И когда ему удается признать вот это своё животное я, своё, так скажем, удовольствие даже от уничтожения своих врагов, он, в общем-то, и спасает и себя, и свою семью. И в конце этого фильма он приходит к своей семье с повинной, и мы видим, что постепенно между ним и его женой начинает таять лёд. Естественно, она на него очень и очень обижена, так как она, по сути, выходила замуж за другого человека. В принципе, она не знала, кто она такой. В полном смысле этого слова. Не то, что не знала его прошлого, а она не знала его настоящего, которого он признал на себя. На самом деле, это тоже очень глубокая кинолента, при том, что решённая броска, явка. Это фильм, экранизация комикса. То есть это очень доступно всё сделано. Но сделано на самом высоком качественном уровне. За что отвечает фамилия генорежиссёра? Это Крылмитер, понимаете? И другая же история, связанная с обогречеством, или двойничеством тёмным, двойничеством такого типа, это когда мы не признаём этих упериха Ноймана. Такой, своего рода, анти-Нойман. Я вам приведу в качестве примера историческую ситуацию и фильм, который был рождён на гребне волны этой исторической ситуации. В 30-е годы в США формируется так называемый кодекс Хейса, наверняка слышали о таком. Это кодекс, который существовал почти 40 лет в качестве действующей директивы, в котором в кино запрещалось показывать и вот такой список. Что запрещено в кино показывать? Ну, так как кодекс Хейса был исключительно расистский, то, естественно, там запрещено было показывать вплоть до смешанной враги. Запрещено. Нельзя. Тебя дочит. Запрещено было показывать священникам негативную эмостасию, допустим. Очень много, что было запрещено, в том числе даже употребление таких выкликов типа «О, Боже!» во вне контексте Хейса. «О, Боже!» — значит, в контексте священного контекста. Просто так, согласно еврейскому тексту, нечего употреблять на имя Господа Хейса. Но там были совсем заманчивые такие любопытные моменты. Вот, например, запрещалось фильму снижать моральные стандарты тех, кто его смотрит. То есть, очевидно, был некий верификатор моральных стандартов, можно было замерить, повысились или после просмотра фильма, или снизились. Второе правило, ещё более забавное. Кодекс Хейса призывал кинопроизводство к описанию правильных стандартов жизни. Ну, я не знаю, что такое правильные стандарты, а знаменитый расист Хейс, очевидно, знал. Ну, и, естественно, это резкий разрыв между этическими стандартами. Там они были задраны просто до предела. Пародил энантиадромию, то есть переход явления в свою противоположность. И если до введения кодекса Хейса американское кино, на самом деле, было относительно наивным, то вот именно сведение кодекса Хейса начинает быть настолько двусмысленно, о чём маэстро Хейс даже себе помыслить не мог. Так как в кодексе Хейса запрещалось показывать обнажённое тело, даже тем обнажённого тела и упоминание о сексуальных отношениях, за исключением того, что они прилицались, это можно было. Ну, появляется блистательная кинолента «Люди-кошки», Белла Рьютона, выдающегося продюсера, я бы сказал, даже великого продюсера, в которой все пункты кодекса Хейса соблюдены. Ну, мы имеем фактически антихейсовское кино, совершенно потрясающий фильм «Достойный пера Фрейда», в котором в центр проблемы как раз поставлено сексуальное извращение. Вы не хотите, чтобы мы показывали, как жена спит со своим мужем? Хорошо, в центр проблем мы поставим ситуацию, что жена не спит со своим мужем. Всё прилично, они всегда в одежде. И это сердцевина – основная проблема этого блистательного кино. Филь, на самом деле, гениальный. Что там в этой акции происходит? От продюсерского кино, поэтому я назвал Белла Льютона, но вообще режиссёр Жак Турнер. Просто у Белла Льютона все фильмы эффектные, а у Турнера нет. Что мы видим в этом фильме? Сюжет, в общем-то, следующий. Инженер Оливер встречает в зоопарке девушку молодую, она из Сербии, её зовут Ирена, и она рисует чёрного леопата, то, что у нас пантера называется. И рисует, причём она не показывает рисунки ему, она их выбрасывает, но нам показывают один из этих рисунков. Там меч пронзает эту ложку. Они знакомятся с этой Иреной, и Оливер достаточно быстро на ней женятся. И вот тут и начинаются все проблемы. Оказывается, что эта девушка верит, что на её роде лежит проклятие, что когда их сербами в страну завоевали турки, они обратились в дело упоклонства. И, в общем-то, у них происходит следующее. Их женщины убивают мужчину. После сексуальной близости они обращаются в огромное животное и разрывают на части мужчину. И это подтверждается тем фактом, что она не знала своего отца, то есть её гости ломать. Естественно, речь идёт о сороковых годах, и молодой человек предлагает своей супруге обратиться к психиатру. Он находит ей хорошего терапевта, с которым она занимается. Фуноват, в чём проблема. По мере того, как идёт лечение этой самой Иреной, и выясняются различные ситуации, обстоятельства, сам этот Оливер глубоко переживает ту ситуацию, которая у него в семье происходит. И в этот момент вмешивается третий персонаж. Одна из сотрудниц его инженерского мира. Мы получаем уже любовный треугольник. И мы видим в этом кино совершенно ужасающие сцены, когда этот Оливер со своей новой разлюбленной Элис, в общем-то, совершенно откровенно по-свински себе любят с Оливерами, они там ходят вместе, втроём на выставке, причём везде её оставляют, типа, вот тут, посмотри, тебе с нами неинтересно будет. И когда он наконец-то готов к тому, чтобы преодолеть этот свой страх, он сообщает ей, что он дает ледозвод. Что оборачивается весьма и весьма плачебным образом. Решив воспользоваться Иреной, психиатр был разорван в плочье зверем. А сама Ирена идёт в зоопарк, открывает дверцу леопарду, он разрывает её, и тут же мы видим, как его забивает автобус, проехавший мимо. То есть цивилизация полностью давит зверь, цивилизация давит животное. Мы видим уникальное противостояние между человеческим и животным. Понимаете, видите, мы в полном смысле слова состоим из двух элементов. То есть я уже говорил, что сознание не нуждается в теле, вам можно даже в цирку сходить. То есть мы состоим из двух равноправных частей, и пренебрежение к одной из них ведёт к устранению другой, потому что они слиты в одно бессистанциальное. Они не могут там уфаркаться. Либо погибнет и тот, и другой, как в случае с двоеньком. И этот фильм гениален тем, что он как раз открывает эпоху фильма ужасов без монстра. То есть здесь монстра нет. До этого считалось, что фильм ужасов должен быть монстром, таким эффектным, большим, чтобы публика сразу видела, за что он деньги свои отчитал. При этом монстр не должен быть сильно пугающим, а то публика испугается, больше не пойдёт и не будет платить. Должен будет быть скорее грозным, но впечатляющим, чтобы было видно, на что деньги потратили. В этом же фильме не показывается фактически ничего, он снимался за копейки для американского кинематографа того времени. И тем не менее он превосходит почти все фильмы того времени в жанре ужасов, который снят. Абсолютно потрясающее кино. Вот вы видите как раз кадр, где перрон спускается по лестнице, и очень эффектное сопоставление с Анубисом. Я не думаю, что здесь режиссёр пошёл куда-то особенно дальше, чем просто внешняя форма Анубиса, но это как раз часть животного и часть человека. При этом часть залетий не та. Бывает кентавр, где у него лучшая часть от животного выносливое тело, лучшая часть от человека, сознание, разумное. Не случайно кентавры там великим героем воспитывали в Древней Греции. А здесь, наоборот, мышление зверя, а тело человека. Противоположено диспозиции. Крайне сомневаюсь, что это трактовалось как-то глубже. И вот вы видите ещё один кадр из фильма, очень важный, важна вот эта статуя. В фильме его называют царём Иваном. Это на самом деле Йован Нерод или Йован Чёрный, самопровозглашённый царь Сербии, который лёг во стол колоссального количества сербских легендов. Согласно легенде, изложенной в этом кино, это тот, кто освободил Сербию от турок и изгнал дьявол покойника. И вы видите его меч, протыкающий кошку. Именно этот миф пытается воспроизвести Ирена. Она совершенно не готова признать ту часть себя, которая является физиологической. Её стандарты духовные настолько высоки, что она в прямом смысле слова разрывается пополам. Она пытается игнорировать их, она пытается избегать сексуальной близости, потому что она не отвечает за свои действия, когда этот инстинкт будет разрушен. И вот этот разрыв, он превращается просто в катастрофу. То есть он уничтожает её полностью. И если в этом фильме речь идёт так же, как и в случае с человеком-волком, когда человек всё зло мира проецирует на самого же себя, на свою якобы тёмную сторону, то в случае с национал-социализмом происходит всё наоборот, когда эта же тень проецируется во время. И в том, но в другом случае, де-факто, мы получаем кучу смерти. В этом фильме, кстати, ни разу не показано, что она правда превращается в пантеру. Более того, последний фрагмент фильма, когда сначала разрывает пантера психиатра, а потом она идёт в зоопарк и открывает эту пантеру, эти две сцены можно в лёгкую обыск поменять местами. Тогда правда, что психиатр просто пришёл к ней домой, а там уже был зверь. А потом зверя сбило автобус. Здесь всё сделал очень грамотно в этом смысле. И Лютон был гениальный человек, потому что он был писателем по образованию. Он был не просто продюсер. И он понимал, что что бы мы ни показывали, какого бы страшного монстра, сколько бы потоков крови, значительно страшнее не показать ничего. Чтоб наша фантазия домыслила то, что должно быть. Он создаёт такие ситуации, то есть это именно классический факт, когда ситуация саспенция, ситуация тревожного ожидания, в которых мы и начинаем домысливать что-то страшное. Тень какую-то и так далее. А во-вторых, он бьёт самую сердцевину нас. Потому что мы от вот этой ситуации никуда не ушли. Ничуть не ушли. И знаменитая сексуальная революция 60-х годов, она по большому счёту только упразднила сексуальность. Вот и всё. Никуда она его не делала. До неё его было больше. Читаем мы по этому поводу Мишелёвка. И я с ним абсолютно в этом смысле согласен. И с историей сексуальности фуко, и с ненормальной фуко. Где в этом ещё в большей степени педалируется. Потому что ненормальный – это фук с лекций, то есть это живая речь. А история сексуальности – это всё-таки книга. Там всё более корректно, наукообразно и так далее. Ненормальный – просто и то, и другое на русском языке есть. Это как раз вот в эту самую сторону. Там как раз рассматривается становление фигуры монстра. Правда, не в изводе фильма ужаса, а в изводе монстра, как того, кто противостоит обществу. Идея формировалась в французской революции по отношению к монаху. То есть светлый же монах, а нельзя, он является законодателем, не устанавливает закон. Но если его помыслить в качестве монстра, того, кто противоположен самому закону, то оказывается, что в общем-то это можно. Достаточно подробно анализируют, как становилась эта процедура в умах людей. И у нас на сегодня осталась еще одна фигура. Это фигура, скорее, риторическая. Это фигура дурного взгляда. Всем известна фраза «Придриха ниши» «Если ты долго смотришь в бездну, то бездну тоже смотрят в тебя». Но что есть взгляд? Каково его действие? Взгляд способен обращать человека в вещи. Взгляд объединяет фигуру и форму. То есть взгляд превращает то, на что упадает, из ситуации в картинку. То есть он убивает, как убивало нитру загородного знаменитая. Он превращает живое действие в камень. Положение другого, другого с большой губой, тем и страшно для нас, так как это положение обращенного к нам взгляда. Превращающего нас самих в вещь, в объект для взгляда на Бога. Взгляда бездны, меньшие если угодно. И в данном случае мы становимся лишь маленькой крупицей его мира. В чем мало чем отвечающий стола, стола, струны и так далее. Именно так и рождаются двойники. В философии Жака Лакана взгляд достаточно сильно, так скажем, в кавычках демонизирован, потому что это его аргументация о превращении взглядом человека в картинку. И он очень тесно смыкается с другим понятием, с философией Лакана, с понятием истины, которая очень и очень страшная личность. Что такое истина? Ну, согласно тому же Аристотику, это совпадение утверждения и наблюдаемого факта. А теперь вам приведу самый, что ни на есть банальный пример, как эта истина может вас пригвоздить в качестве вещи. Ну, допустим, а вас кто-то сказал, что вы неряшки. И человек, который вообще вас не знает, заходит в помещение, где вы находитесь, и в этот момент, допустим, у вас с стола падает карандаш. Всё! Сложилось истина и утверждение. То есть факт наличия и утверждение факта. Истина сформировалась. И даже такой примитивный пример демонстрирует, насколько сложно вам потом будет от этого убеждения избавиться. Потому что оно сформировано. А, как мы уже выяснили с вами относительно ужасного, мы не можем его много выдерживать. Естественно, такие периферийные моменты мы затыкаем бедным попавшимся ответом. А здесь вот он, пожалуйста, этот ответ. Сказали, неряшки, упал карандаш, неряшки, и всё. Естественно, пример очень примитивный. Сейчас приведу пример более изысканный, основанный на классическом нашем отечественном литературном произведении. Социокритический роман, знаменитый, «Зияющий высунок» Александра Зиновьева, за которого его изгнали из СССР. Ещё очень повезло, что изгнали. Такой монументальный труд, отчасти актуальный по сей день. И приведу оттуда крошечный пример, касающийся одного всего персонажа. В пример любит приводить Александр Смулянский свои лекции. Всё происходит в городе Иванский. Там очень забавная, в принципе, терминология в этом романе представлена. В этих тяжёлых условиях живёт некий Кис, которого к его ужасу обвиняют в том, что он в поддержку врачей-отравителей, ну понятно, в какой национальности эти врачи были, сделал себе обрезание. Он не знает, что делать, как выкрутиться из этой ситуации, и обращается за поддержкой к другу. Который советует ему прийти в инстанции высшие и, в общем-то, из штанин выложить свой веский роман. На что Кис, смутившись, отвечает, что он, увы, никак этого сделать не может. Опять же, истина полностью сформировалась. То есть нам абсолютно всё равно. По какой причине этот Кис оказался обрезан? Его обвиняют в том, что он сделал себе обрезание в поддержку взрослых врачей-отравителей от обрезанного. Всё. Утверждение и наблюдаемый факт совпадают. Истина захлопывается. И из этой истины выбраться невозможно. В некоторых случаях совсем невозможно. В некоторых очень сложно, а в некоторых совсем невозможно. Вполне возможно, у него нет никаких подтверждающих материалов, что он, допустим, обрезан был в детстве и так далее. Если это есть, хоть каким-то образом можно что-то противопоставить. Но чаще всего ничего нельзя противопоставить. Истина замыкается. И есть один фильм, в котором это решается буквально наглядно. Фильм очень плохой, но демонстрирует вот эту идею очень-очень зримо. Эта кинолента называется «Коллекционер 2». Абсолютно безумное кино. В котором есть такой эпизод, когда на территории заброшенного особняка, у маньяка, где он расправляется со своими жертвами, действует более-менее хорошо обученный профессионально человек, который стал его жертвой. И там, кто загорается, то потухает лампочка. Когда она тухнет, не видно вообще ничего. Когда она очень на небольшое количество времени зажигается, видна вся диспозиция. Она тоже очень туманная. Она такая, не очень яркая. И они находятся с убийцей вместе в одном помещении. И каждый раз, когда лампочка тухнет, они полностью меняют диспозицию. Каждый пытается предугадать, в какую сторону пойдет другой, и никак не может. Это едва ли не комично выглядит. То есть убийца вооружен, ему только дотянуться до этого персонажа. Но каждый раз они не могут узнать, в какое направление каждый из них пойдет. То есть если бы хорошо ориентировался главный персонаж, он бы просто тут же увлезнул. Но он то, оказывается, тут же со спины убийцы. Оказывается, что они все время не могут сориентироваться оба. Вот эта загорающаяся лампочка, это и есть истина. Это и есть взгляд одного. Это то, что реально мешает ориентироваться. Это то, что превращает все в некую картинку вместо ситуации, вместо действия. И когда первым из них соображает, что нужно вообще закрыть глаза и не смотреть на эту лампочку, это делает главный герой антагонист убийцы. Он просто от него сбегает и все. А тут, очевидно, там еще достаточно долго с этим ножом в руках. Пытаясь понять, жертва может быть просто с обратной стороны. Повернется, уже лампочка два другого. Сразу же еще не поймешь, что он исчез. Вот это истина. То, к чему мы так замечательно и здорово стремились на протяжении многих веков, это когда утверждение совпадает правдой с фактом, на самом деле это страшная вещь. Потому что через пять минут оно уже будет все по-другому. А мы дали ответ на этот вопрос. И относительно взгляда, я думаю, что самое лучшее кино, самый страшный историйный фильм, который вообще не является фильмом ужасов, это фильм «Сэмволя Бракета». Свой сценарий он написал в 1963 году и пригласил на съемки Алана Шнейдера, который не поставил эту киноленту, но традиционно в общем-то считается, что это фильм «Бракета». Потому что самым важным здесь является сценарий, сама идея, которая полностью принадлежала Бракету. На главную роль был приглашен выдающийся актер Бастер Китон, причем прославившийся преимущественно комическими кинолентами. Здесь он уже в пожилом возрасте, это одна из самых последних его ролей. И это совершенно гениальный фильм, который демонстрирует нам ситуацию попытки избежать взгляда другого. У меня есть на моей странице, на моем официальном канале на YouTube, полностью этот фильм с моим анализом. Поэтому я не думаю, что это имеет смысл без просмотра фильма его пошагово анализировать. Поэтому кто захочет, посмотрит. Тем более, что фильм один короткометражный. Он очень короткий. Но если его понимаешь, он очень страшный. Совсем страшный. Значительно страшнее большинства флагов. Я лишь некие выводы по этому фильму сейчас скажу, потому что, в общем-то, выводы будут понятны и без просмотра киноленты. Дело в том, что до двадцатого столетия, может быть, чуть раньше, человек верил в его фигуру абсолютно, в взгляд, верифицирующий весь мир. Око Господне. Око Господне, кстати, очень страшное. Око Господне надгоящее из его. И человек верил в то, что если его оклевещут, если он будет подвержен каким-то несправедливым с его точки зрения гонениям и так далее, он все равно остается самим собой, потому что его само бытие верифицирует абсолютно. Николь летает в костру. Его бытие было верифицировано Богом, а не самим собой. Но, когда Ницше провозглашает смелость Бога, естественно, за этим вполне правомочна последовательная смерть человека, потому что человек – это, повторюсь, исключительно философская категория. Я бы даже сказал, не физическая, философская в смысле, в рациональном осознавании. И мы живем с вами в эпоху не отсутствия Бога, а в эпоху умершего Божества. То есть вот эта часть, которая занималась в конструкции логической, в конструкции мироздания Богом, она не исчезла. В ней есть дыра просто. Она никак не заросла в Ахаштайне. И в этом фильме это гениально показано гвоздем, который остается торчащим из стены, когда он скидывает, срывает маску Бога. Здесь дается универсальная аллюзия на все религии, там шумерократское божество. Чтобы не было отсылки. Крест был бы, это слишком примитивно. Но можно было бы решить, что, ну, путизм всем надо западаться или еще куда-нибудь. Отсылка к наиболее архаичному божеству. И он скидывает, сбрасывает эту маску, которая кажется ему, что на него смотрит все время. И остается ее очертание на стене и гвоздь, на котором она висела. Вот мы живем в эпоху лёвтого Бога, который, к сожалению, разлагается. И это очень страшная ситуация, потому что оказалось, что мы становимся сотни двойников самого же себя. Почему? Потому что на нас смотрят миллионы и миллионы человек. И чем вы известнее, тем больше людей на нас смотрят. Есть люди, которые смотрят на вас как на объекты. Ну, допустим, чтобы не врезаться, как на стол. Они вас вот на улице обходят, они таким же образом скамееку или столбом вошли. Ну, есть люди, которые придумывают у вас такое, чего вы даже о себе и помыслить бы не смогли. Их очень много. И самое главное, что у вас нет никакой гарантии, что вы никогда. наше мнение о себе оказывается только одним из миллионов ряда положенных. И если это большинство обвиняет нас в том, что мы правда даже кого-то убили, то это значит это так. У нас нет никакой возможности, никакой апелляции к высшей инстанции, потому что её нет. И ведь этот же самый Рамасанта, вполне вероятно, что он правда про душевную войну. И он мог действительно не знать, что он зверски убивал людей. Но этого не помнить. И в таком случае, представьте себе ситуацию, если над вами идёт процесс, и вам пришивают 9 сегрововых убийств. И кто пора? Тогда можно было ссылаться на Бога. Сейчас ни на кого. Вы оказываетесь разложены, в прямом смысле слова, в тысячных тиражах. В каких-то случаях вы просто вписываетесь в фон, своего рода обои такие, для разыгрывающей ситуации, для этого человека. В каких-то случаях вы становитесь активным действующим лицом этой ситуации. Но вы превращаетесь в сотни вас с разными намерениями, с разным даже внешним видом. Потому что он будет определяться и с ценностной системой этого человека. И это всё и есть вы. Нет того вас, который правильный. Потому что, если нас не верифицируют ничей взгляд, нас вообще нет. И это кино заканчивается страшной картиной. Почему я его привёл в пример нашего разговора, в завершение нашего разговора и о двойнике, и о взгляде. Они здесь растутся. Когда герою удается избежать всех взглядов, которые на него устремлены, включая акваринные рыбки. Он закрывается от всего. Он разрывает все свои фотографии. В этот самый момент он разрывается. И мы видим его впервые, его лицо видит. Он сам смотрит на себя. То есть нашего существования. Вне существования взгляда, извне, нет. То есть мы можем закрыться от общества. Но останется тот другой, большой другой он не вовне. Это наше представление о том взгляде извне, который на нас устрелил. Он может вообще ни на чём не основан быть. Это наше представление. Но мы сами всегда смотрим на себя глазами другого. Этот другой в нас находится. И если вы помните мою лекцию о двойнике, то вы помните, как само я складывалось. Когда человек, ребёнок, впервые стал определять себя в зеркале. Но он увидел себя там, где находится не он, а где находится другой. И поэтому избежать этого взгляда другого мы не можем. Это взгляд, который у нас сформирован с течениями обстоятельств нашей жизни и так далее. Возможно, даже отчасти нашей психофизиологической конституции. Но этот взгляд, который устремлён на нас, он не дождествен другим других людей. Это не та фигура Бога Абсолюта, которая правда берифицирует то, что мы хорошие или плохие. Это просто фантом, который устремлён взглядом на нас, от которого мы не сможем избавиться никогда. И эти фильмы пугают, естественно, эти. И фильмы о дурном взгляде, книги, мифы, и фильмы о двойнике оборотней. Они пугают тем, что на самом деле от этого двойника, как уж мы его понимаем, мы можем его в животном обличье представлять. Мы можем его представлять как идеал, как сверх Я, который диктует нам правильный закон поведения. Мы можем его представлять как такого же, как мы, который претендует на наше место. Но так или иначе мы не сможем от него избавиться никогда. Потому что от него избавиться можно только одним образом. Погружение в полное психотическое состояние. Когда я перестаю осуществлять. Вот тогда человек перестаёт деть самим собой. То есть его просто нет по большому счёту. Это фундаментальная проблема. И поэтому, во-первых, все кризисы в жанре хоррора, они демонстрируют лишь определённые флуктуации, которые происходят вокруг нас. Флуктуации в обществе. Хоррор не убивает. Какими были изначально посвятительные страшные сказки, такими же будут с необходимостью современные книги и фильмы ужасов. И, что самое важное, эти фильмы и книги, я считаю, весьма и весьма полезны. Если мы не обращаемся к нашей телевой стороне, то мы полностью подчинены ей. Если мы знаем и признаём её, сколько бы это ни осуждалось обществом. Она у нас есть, и она так или иначе под контролем. У Юнга в одном из его писем есть совершенно потрясающая краска, когда он говорит о том, что все вы знаете, что у вас есть комплекс, который он, кстати, именовал часто демонами. Он говорил, что более корректно наименование не комплекса, а демонами, просто потому, что мы считаем, что комплекс это нечто такое, что правда нам не принадлежит. Все вы знаете, что у вас есть комплекс. Но я вам открою одну тайну. У вас нет комплекса. Ни у кого. Никаких. Это вы есть у комплекса. И вот эта фраза, она радикально меняет ситуацию и показывает, почему мы у этих секретов ужасов. Потому что это не наш двойник, это не наша темная сторона, которой мы боимся. Это мы прилагаемся к этой темной стороне. И она намного больше. Если мы с ней не считаемся, то, в общем-то, у нас шансов нет никаких. Если мы с ней хоть как-то вступили в диалог, как слабый и сильный, у нас есть хоть какой-то шанс, хоть о чем-то говорится. Но если мы с ней просто ее игнорируем, то все закончится ситуацией из фильма «Люди-кошки». Кошки раздавил автобус, а женщину за аристерозаврял животную часть. Просто ее порвало, а вырвавшуюся на свободу животную часть переехало общество. Что такое автобус? Это общественный городской транспорт, это общество. И, в общем-то, советую обратиться к этой киноленте. Я там достаточно подробно каждый жест разбирал. Там Флойда достаточно комичных таких эпизодов, которые демонстрируют все-таки изначальную природу этого актера из комического кино пришедшего. Когда он пытается выкроводить из своей квартиры и кошку, и собаку. В общем-то, как и в классике немого кино это сделано. Вытворяя кошку, в этот момент забегает собака. Забегает назад кошка. Очень забавно сделано. И все эти, кстати, комические эффекты, они очень здорово оттеняют травматизм. То есть, если бы это все шло только по линии отрицательной, оно бы так не действовало. Вот эти моменты якобы просветления, когда мы можем даже посмеяться, там в пределах 20 минут эта кинолента идёт, она оказывает в конце простое катикальное на нас воздействие, такое очень сильное. Естественно, если мы поняли, о чём этот фильм. Сам Бекет говорил, что это противостояние воспринимающего и воспринимаемого с безусловной победой воспринимающего. Даже если воспринимающий это фантом. Всё-таки есть в поле это рассумка только то, что нас верифицирует. Мысль следовательно существует. Вот тот, кто говорит, что да, ты мыслишь, следовательно существуешь. Вот это я и есть подлинное. Но проблема в том, что мы никогда не можем сказать, какое из них мысли, а какое существует. Они всё время смещаются. Или, как писал Жан-Конусу Алиатар, смещение всегда умеет не стоять. Сколько бы мы ни пытались истинно разграничить наш мир на определённой позиции, они всегда находятся на смещении. У меня, в общем-то, на сегодня всё. У нас осталась только фигура зомби философского и кинематографического в следующий раз. И историю хоррора кратенько дал. А есть какие-нибудь вопросы по сегодняшней реакции? Да. У меня вопрос. Как вы относитесь к тому, что сейчас Фрейда считают уже теорией или Шан-Конусу Алиатаром? Кого? Фрейда. Понимаете? Вы предсчитали Шан-Конусу Алиатаром уже теорией уже начиная с 1900 года, когда выходит в создание самовидений. Да? Его знаменито. Фрейд – выдающаяся фигура. Если вы обратитесь не к практике психоанализа, психотерапии, в которую я, в общем-то, совершенно не верю. А к серьёзной философии, то, в общем-то, фигура Фрейда там почитается едва ли не как умер, да, своего рода определённый идор. Фрейда реанимирует Лакан, крупнейшая фигура в 20-м веке, в принципе, которая показывает, что Фрейда просто не умели читать грамотно, что Фрейду приписывали такое, о чём он, в общем-то, даже не говорил, а если и говорил, то никогда на этом не настаём. Популярный Фрейд, которого пытаются втереть нам психологи, да, это ерунда. Не будем забывать о том, что у Фрейда на каждое его положение есть прямо противоположное. И это не потому, что он не был уверен в своих концепциях, не потому, что он не разбирался в психологии человека, а потому, что он выстраивал свою систему как систему антагонизма. Тех же Эдипов у него два. Все очень любят не спровергать Эдипа, но не будем забывать, что этих Эдипов два. Есть Эдип в тотем-на-тагу, а есть Эдип, которого любят не спровергать. Это два прямо противоположных Эдипа. В одном случае он убивает отца, чтобы заполучить мать, в другом случае дети убивают отца, именно убийство отца, и закрывают им доступ к матери. И Фрейд работал с двумя Эдипами. И если мы не держим в голове сразу два из них, никакого психоанализа нет. Есть только пропанация психоанализа. Поэтому, конечно, на Фрейде сейчас стоит фактически вся философская анализа. Но, по большому счету, Лакан сейчас не может не обойти ни один философ. То есть, если мы не пользуемся Лакановским аппаратом, вообще-то мы не вхожем в философию. Мы можем критиковать Лакановский аппарат. Но мы все равно должны им что-то хотя бы поставить. А Лакан – это полностью фрейдерская позиция, но переосмысленная, очищенная от напластований учеников Фрейда 20-30-х годов, которые, конечно, очень многое сделали в плане коммерционализации Фрейда. Но я считаю, что Фрейда нужно читать и перечитывать. И на русском языке, благо дела, есть достаточно большую сумму текстов Фрейда, к которой я всех вас обращаю. И если вы начнете читать Фрейда, я думаю, вы поймете, насколько это отлично от того, что вы до этого думали о Фрейде. То есть, есть некий миф о Фрейде, а есть сам Фрейд. Это два-разовый Фрейд. Спасибо, хороший вопрос. Это имело смысл выяснить. Ладно, тогда до следующего раза. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...